Продолжаем выпуск. Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. Дата была установлена Генеральной Ассамблей ООН в 1992 году. Оказывать всестороннюю поддержку тем, для кого обычная рутина может превратиться в настоящую полосу препятствий и важнейшая задача для любого государства. В Азербайджане обеспечить полноценную жизнь людям с ограниченными возможностями помогают различные профильные проекты и социальные программы. Согласно последнему отчету Организации Объединенных Наций, более 80% всех людей с ограниченными возможностями на сегодняшний день проживают в развивающихся странах. Их интеграция в жизнь общества является одной из основополагающих целей ООН, а также государств-членов Международной Организации. Создание комфортных условий и безбарьерной среды для людей с особенностями – приоритетная задача повестки дня в области устойчивого развития на ближайшие 10 лет. На это обратил внимание Генеральный секретарь Всемирной Организации. В мире проживает более 1 миллиарда людей с ограниченными возможностями. Осуществление их прав – это вопрос справедливости и вклад в наше общее будущее. Кроме того, это чрезвычайно важно для выполнения главного обещания, данного в рамках повестки дня на период до 2023 года. Никто не должен быть забыт. Правительствам крайне важно совместно находить инновационные решения для людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать мир более доступным и справедливым. В Азербайджане политика в отношении лиц с ограниченными возможностями направлена на защиту их прав в соответствии с Конвенцией ООН, принятой международным сообществом 16 лет назад. На сегодняшний день в Азербайджане принято около 20 новых нормативно-правовых актов, охватывающих важные вопросы, связанные с поддержкой таких граждан во многих сферах жизни. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, с начала 2019 года в стране был запущен механизм упрощенного определения пенсий по возрасту и по инвалидности. Размер выплат определяется автоматически, без личного присутствия или предоставления документов. Оповещения происходят в электронной форме. Важнейшим условием для создания полноценной жизни является поэтапная адаптация к окружающим условиям. На это направлены различные программы, созданные специально для людей с ограниченными возможностями. Один из таких проектов – Центр инклюзивного развития и творчества ДОСТ, который открылся в Азербайджане два года назад. Здесь развивают творческие данные людей с инвалидностью, а также помогают им приобрести полезные навыки в других сферах. Если смотреть по статистике, в Азербайджане на сегодняшний день примерно 560 тысяч людей с ограниченными возможностями. Среди них 55 тысяч – это дети. Им предоставляется ежемесячное социальное пособие. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит эффективную работу в этой сфере. И за последние годы в трудоустройстве, процессе реабилитации, а также предоставление социальных услуг людям с ограниченными возможностями наблюдается значительный прогресс. Активно идет процесс вовлечения людей с ограниченными возможностями и в спортивные мероприятия. Так, в ноябре текущего года стартовал полуфинальный этап шестых всереспубликанских соревнований по настольным спортивным играм. В полуфинале приняли участие 86 человек. Состязания проводились при поддержке Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Соревнования организованы для того, чтобы повысить интерес людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, а также настольным спортивным играм, развитию у них спортивных навыков и, конечно же, социальной интеграции. По итогам заключительного этапа победители получат призы. В Азербайджане Международный день людей с ограниченными возможностями отмечается с 1994 года, согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева. Решение проблем тех, кто нуждается в особой заботе, постоянно находится в центре внимания фонда Гейдара Алиева. При его поддержке строятся новые специализированные учебные заведения, медицинские учреждения, а в старых проводятся ремонтные работы. Помимо этого, в рамках проекта фонда Гейдара Алиева «Обеспечение доступа к информационно-коммуникационным технологиям незрячих и слабовидящих людей» для граждан этой категории построены региональные информационные центры, которые открывают им широкие возможности для развития своих физических способностей, а также помогают им научиться пользоваться информационными технологиями.